Всем девчонки огромнейший привет! Начинаю свой влог, точнее продолжаю. У нас темно, шторы закрыли, поэтому темно так. Айженка надела шапочку. Может быть пойдем на прогулку, но еще не точно. Айженка надела шапочку. Покажи. А ушко почему торчит? Ушко надо засунуть. Айженка, сегодня я в садик не ходила. Сегодня у нас пятница. У нас майские праздники. Всех вас, дорогие мои, поздравляю. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, чтобы все у вас было хорошо. У нас объявлены выходные, праздничные дни. Это 30 апреля, 1, 2, 3, 4 мая, 5, 6 мая работаем. Потом с 7, 8, 9, 10 отдыхаем. И 11 выходим на работу. А я к маме не мешаю. Молодец. Я такая счастливая, девочки. Пришла с работы сегодня. Заехала, купила шашлычок. Будем 1 мая жарить. Но это уже в следующем влоге, я думаю, увидите. Не знаю. Но у нас похолодало. У нас очень-очень холодно. Сегодня ночью обещают заморозки. От нуля там. Не знаю, сколько будет. Короче, у нас... Ой, мамочка, я упала. Аккуратно. У нас холодно. Ну, ветер такой мерзлячий. Вообще холодно. В прошлом году, 28 числа, 28 апреля, уже у нас вода стояла. То есть река пребывала, а в этом году почему-то не пребыла еще. Не знаю. Может быть, земля сухая, сразу высыхает, что ли? Ну, ждем. С дня на день, наверное, будет вода. Покажу, какой сегодня шашлык купила. Взяла, знаете, заранее. Вот за 2-3 дня. Почему? Айжанна, тихо. Айжанна, тихо. Почему взяла за 2-3 дня? Потому что раскупят. Тем более еще цена со скидкой. Поэтому лучше взять пока есть. Потому что, сами понимаете, майские праздники все будут покупать. А, кстати, вы заметили, да, у меня теперь опять челка появилась. Я не стригла. Думала, думала, отращу. Ходила без челки какое-то время. Даже долго ходила без челки. Месяца 4 без челки была. Но уже не выдержала. И сказала мужу состричь, короче. Вот так вот. Теперь у меня есть челочка. Вот, не доболтала я. Муж зашел. Измеряет, сколько нужно столбов, чтобы сделать вот этот вот забор между соседями. У нас же так получилось, что забор приходится делать нам с обеих сторон. Айжанка, дай-ка поговорить, пожалуйста. Вот я давно не записывала такие болтологические видео. Потому что никак не хватало на это времени. А сейчас у меня почему-то сегодня вот хорошее настроение. И я решила с вами поболтать. Что еще хотелось бы вам рассказать? В принципе, наверное, все. Пишите сами вопросики, если что-то хотите узнать. Вот, машину я так и не помыла, потому что хотела. Вот в тот день было тепло. А потом уже передумала. Айжан не скачет. У нас уже диван продавливается, девчонки. Вот этот новый. Потому что Айжан все скачет и скачет на нем. Вот такой вот шашлык купила. Мироторг свинина. Шашлык деликатесный. Килограмм стоит 289 рублей в магните. Цена с акцией, со скидкой. Так, ну куски хорошие. Знаете, они такие большие. Платим, конечно же, за 2 килограмма 18 грамм. А так 1,5 килограмма чистого мяса. 500 грамм жидкости. Надеюсь, что будет вкусно. Но давно-давно, когда-то мы с мамой его покупали, когда еще мама живая была, было вкусно. Здесь куски такие большие. Есть где-то жирок. Ну, ничего страшного. Жирок я съем. А не жирок муж съест. Он у меня жирно не ест. Приходится вот как-то так приспосабливаться. Поэтому я больше всегда, ну, чаще курицу беру. Потому что жирное мясо он болен-то не ест. А мне приходится потом не выкидывать же добро. Сейчас буду включать Айжанки телевизор. Телевидение мы отключили, так как никто у нас его не смотрит. Перешли теперь на Иви. Ивиру. Там всякие мультики, именно те, которые Айжанка смотрит. А вообще это не реклама. Это просто я делюсь, да, тем, что у нас происходит. Что еще хотелось бы рассказать. Отопление мы выключали. Пару дней у нас было прохладно. Короче, днем. Ну, утром я выключила. Очень жарко было. Потом решили мы к ночи включить. А вообще центральное отопление уже отключили. Вот представляется, как в квартирах люди мерзнут. Это ладно у нас, да, отопление автономное, свое. Когда мы хотим, включаем. Когда не хотим, выключаем. А тут люди в квартирах, наверное, просто-просто мерзнут. И начнутся опять болячки. Дети будут 100% болеть, потому что отопление выключено. Хотя на улице, я же говорю, еще будут заморозки. Ну, не знаю, как вот. Не поймешь, да? Вот, включаю из Жанки Тариката. Сейчас пойдем с вами делать лапшичку. Девочки, сегодня у меня деревенские яйца. Меня угостили. Угостили яйцами. Так, что я для этого взяла? Для домашней деревенской лапшички. Деревенские яйца. Желтые, смотрите, какие красивые. Курей мы не заводим, так как у нас, во-первых, нет сарая. Во-вторых, у меня яйца так не уходят. Я очень, не знаю, редко мы едим яйца. Больше, наверное, на выпечку. В таком виде, например, как яичница, муж вообще не ест. Уже отказался давно. Но это после перенесенного заболевания ему вкус яиц кажется каким-то не таким. И, если честно, я тоже не люблю яйца. И особенно деревенские. Но поэтому они у меня идут только в ход выпечку или, например, в домашнюю лапшу. Соль я сюда не добавляю для того, чтобы наша лапша подсохла. Вот. Сейчас взобьем вот эти два яйца. Так, тихонечко, вилочкой. И добавим сюда муку. Воду добавлять не будем, девочки. Воду добавлять не будем. Почему? Ну, потому что в домашнюю лапшу ее не добавляют, просто-напросто. А Жанна просит яблоко. Пойду нарежу. Вот такой желтый колобочек получился. Абсолютно не липнет к рукам. Добавляйте муки столько, сколько необходимо. И когда начинают уже, ну вот, по ткани свою вмешиваете, все равно липнет. Не добавляйте больше муки, чтобы вот такое вот эластичное тесто получить. Сейчас буду раскатывать как можно тоненьше, тоненько-тоненько пластом. Потом нарезать. Каждый человек, конечно, по-своему режет. Кто-то очень миленько. Если честно, у меня как получится, девочки. Я чую, что я уже устала, но мне надо что-то приготовить. Потому что ничего, по крайней мере, не осталось. С обеда и с ужином. Сейчас быстренько супчик сделаем. Может быть, еще картошечку потушу с овощами. Посмотрим. Ну вот, нарезаем как обычно. Я думаю, что лапшу умеет делать каждая. Домашнюю яичную лапшу для супа. Такое тесто. Вот. Так, получились вот такие два пласта. Раскатала как можно тоньше, чтобы прямо просвечивало. Видите? Ну, где-то вот так вот неровненько. У меня скалочка небольшая. Поэтому так. Большую не хочу доставать. Делаю так, как есть. Вот. Теперь сушим. Пускай немножечко... Теперь сушим. Пускай немножечко подсохнет. Отдохнет. А потом уже будем резать. Пока бульончик закипит по второму кругу. С вчерашнего дня в холодильнике лежит. Лежит, так сказать, отдыхает наш бульон наваристый. Поэтому... Поэтому так. Немножко должно подсохнуть, чтобы потом резать было намного удобней. Я помню, что мама очень резала тоненько-тоненько. Тоньше даже вот, чем вот эти вот кусочки. Вообще, люди вот тех времен, 50-х годов, они прямо очень идеально режут лапшу. Мне бы, конечно, лапшерезку лучше. Ну, да ладно. Как умею, так и режу, да? Так, как бы суп не закипел сейчас, девочки. Поэтому... А, нет еще. Поэтому лапшерезка, конечно, вообще чудная вещь, да? Прям там размерчиком нарезаешь как надо и давай себе крутишь. Ну, да ладно, что есть. Все равно на вкус это не влияет. Можно, конечно, резать вот так вот тоненько. Можно потолще. Кто на что гораст. Просто жду, пока немножко подсохнут. Немножечко присыпала мукой, много нельзя. Чтобы не налипали друг на дружку. А потом вот так вот друг на дружку и нарезаем. Вон еще сколько. Это быстро на 2 яйца, очень быстро. Упс. Упс. Вот так вот. before you move. Упс. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...